Впереди выходные. Перед тем, как планировать свое свободное время, специалисты сферы здравоохранения советуют обратить внимание на то, что число заболевших коронавирусной инфекцией растет по всей России. Так, на 16 октября в Тверской области зарегистрировано 106 случаев инфицирования COVID-19. Поэтому в эти дни лучше побыть дома и только при необходимости посещать общественные места, соблюдая все меры предосторожности. А об этом напоминает еще раз наш корреспондент. Чтобы снизить риск инфицирования коронавирусом, специалисты советуют чаще мыть руки с мылом или спиртосодержащими антисептиками. Именно они, щелочь и спирт, способны уничтожить вирус на руках и поверхностях. Второе правило – это ношение маски. Теперь она своего рода пропуск в социум. Без этого средства защиты даже отказываются обслуживать в магазинах. В-третьих, в принципе, по возможности стоит свести к минимуму личные контакты. Как можно меньше появляться в местах большого скопления народу. Это самое главное. И там, где есть больные люди, соответственно, тоже нужно как можно меньше с ними контактировать. Еще одной меры профилактики может стать вакцинация населения. На прошлой неделе первые вакцины получили 35 тверских медицинских работников, которые трудятся в красной зоне. Первыми должны получить прививки медработники и работники образования. Следующую партию вакцины ожидают в ноябре. Эта вакцина является векторной вакциной, которая обеспечивает поступление в организм антигена нового коронавируса и в последующем выработку на этот антиген специфических защитных антител, которые при следующем поступлении уже живого вируса обеспечат защиту организма от заболевания в целом. Следует отметить, что вакцина не содержит живого коронавируса. Вводится она двухкратно. Второй укол через три недели после первого. По мнению медиков, все вышеперечисленные меры профилактики, гигиены рук, ношение маски и ограничение контактов просты и действенны. Но все же большую надежду врачи возлагают именно на прививки. Когда вакцинацию проведет, сейчас вакцина проходит третью стадию испытаний клинических. И когда уже общество провакцинируется, когда человек процентов 70 жителей либо переболеет, либо получит вакцину, я думаю, что потихоньку эта эпидемия от нас уйдет. На сегодняшний день главное противопоказание к вакцине, по словам медиков, это возраст 60+, и беременность. В любом случае, прежде чем решиться на процедуру, нужно будет пройти обследование и показаться врачу. Обязательный анализ на наличие антител. На сегодняшний день известно также о регистрации второй вакцины от коронавируса. На подходе третья. Точно о них пока неизвестно. Еще не закончены клинические испытания. Когда прививки будут доступны для населения, будет известно несколько позже. По предварительной информации, привиться можно будет бесплатно.